МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Впервые симптомы этого заболевания описал родоначальник медицины Гиппократ еще в 400-е годы до н.э. В средние века это заболевание получило высокий титул. Считали, что это удел королей и аристократии. Сегодня речь пойдет о подагре, серьезном метаболическом заболевании. Кто находится в группе риска? Можно ли предупредить развитие заболевания диетой? И как нужно правильно и вовремя лечить данное заболевание? Ответы на эти вопросы мы сегодня услышим от нашего эксперта. А пока небольшая анатомическая справка. Подагра – это наиболее распространенная форма воспалительного артрита. Развитию заболевания способствует сочетание генетических, экологических факторов, а также питания и образ жизни в целом. Основные факторы риска – повышенное содержание мочевой кислоты в крови, некоторые медикаменты, сопутствующие заболевания и воздействие свинца. Болезнь проявляется в болевых приступах, локализованных в периферическом суставе, но в конечном итоге может привести к повреждению, деформации суставов и к образованию тофуса – патологического уплотнения подкожной клетчатки. Сегодня о подагре мы будем говорить с главным городским, нештатным специалистом по ревматологии Еленой Эдуардовной Карпенко. Здравствуйте. Здравствуйте. А помогать нам будут двое студентов Гомельского государственного медицинского университета – это Вероника Некрасова и Владислав Анечкин. Здравствуйте. Здравствуйте, ребята. Традиционно мы нашу передачу начинаем с вопроса. Для вас он уже готов. Внимание на экран. Мы уже узнали сегодня о том, что подагру в средние века считали королевской болезнью. Связано это в первую очередь с тем, что только богатые и знаменитые люди могли позволить себе в неограниченном количестве те продукты, которые в конечном итоге и приводят к печальным последствиям. А какие еще исторические заблуждения связаны с подагрой? И на какой научной базе они были сделаны? Это вопросы для вас. Ребят, вопрос для вас уже прозвучал. Можете готовить на него ответ, покопаться немножко в истории. А мы пока начнем наш разговор. Елена Эдуардовна, ну, мы уже сегодня услышали о том, что употребление в пищу большого количества мяса, алкоголя, фруктозы, то есть вот такое пищевое изобилие. А с другой стороны, то, что уровень заболеваемости подагрой выше именно в развитых странах, ставит такой вопрос, действительно ли подагра – это болезнь изобилия? Дело в том, что подагра – это болезнь, я бы сказала, цивилизации, потому что сейчас доступность хорошего качественного питания у людей, поэтому все питаются хорошо, качественно, и что самое грустное – много. То есть человек потребляет сейчас намного больше калорий, чем нужно ему для жизни. Поэтому подагра сейчас, процент подагры растет, тема эта сейчас очень актуальна, и связана это с тем, что болеют, заболевают более молодые люди, процент женской подагры увеличивается, и тяжесть самой подагры, то есть течение и приступы усиливаются. То есть болевой синдром более длительный, приступы более длительные, и понятно, что лечить уже эту подагру становится нам сложнее, чем это было раньше. Поэтому тема, еще раз повторюсь, очень актуальна. Ну а что же такое вообще подагра? Что же такое подагра? Подагра существует уже давно, было описано, что самое интересное, одно из первых заболеваний, потому что подагрические, боли при подагрическом артрите очень сильные, поэтому врачи и, скорее всего, и описали данное заболевание. Достаточно рано. Да. Значит, подагра – это системное заболевание, системное тофусное заболевание, которое происходит из-за нарушения пуринового обмена в организме, и проявляется гиперолекемия, это повышение уровня мочевой кислоты в сыворотке крови, и отложением кристаллов моноуратонатрия в тканях сустава или околосуставных тканях. И вследствие этого развивается воспаление в виде острого артрита или хронического артрита. И вот острый артрит при подагре считается очень самым сильным, самым болезненным, которое пропустить, просто не заметить его невозможно. Вы уже сказали о том, что люди начали более молодые болеть с подагрой. Ну а все-таки для какого возраста свойственны это заболевание? И если говорить о половой принадлежности, мужчины или женщины чаще болеют подагрой? Чаще, конечно, подагра болеют мужчины. Начинают болеть в 40-50 лет. Вот в такой возрастной категории. Но сейчас появляются случаи и не единичные, не однократные, когда подагрой заболевают молодые люди до 40 лет. Это в 25 у меня есть случаи пациентов, в 30 лет, которые, в принципе, достаточно в молодом возрасте. И женская подагра, она достаточно раньше была вообще редкая. Женская подагра, как правило, она вторичная всегда из-за какого-то другого заболевания. Заболевание почек, может быть, заболевание сердечно-сосудистой системы. Женщины начинают болеть в среднем после 60 лет. Это общенаучный факт. Но вот что самое интересное, и женская подагра тоже, грубо говоря, молодеет. То есть уже женщины начинают болеть в 40-50 лет. Но чаще, повторюсь, вторичная подагра. У мужчин первичная. Что значит вторичная первичная, объясню. Первичная, когда заболевания появляются само по себе. Чаще всего это, конечно, либо внешне-средовые факторы причины могут быть, либо генетические факторы. То есть по наследству, мы уточняем, болел ли там папа, дядя, дедушка подагры у мужчин. Вот. У женщин вторичная, то есть одно заболевание есть, и оно вызывает вторичную подагру. То есть не основной заболевания. И вот здесь уже частично вы начали говорить об этих самых заболеваниях, которые приводят или могут, да, способствовать развитию подагры. Давайте еще раз на этом остановимся более подробно. Что это заболевание? Способствуют в основном, в первую очередь, это, конечно, заболевания почек. Хроническая почечная недостаточность, заболевания почек. Почему? Потому что они нарушают экскрецию, вывод мочевой кислоты из организма, и она увеличивается. Поэтому возникает вторичная подагра. Сердечное заболевание хроническое, сердечная недостаточность, артериальная гипертензия, ишемическая болезнь сердца. Самые по себе они, конечно, не ведут к подагре. Но вот лекарства, которые принимаются постоянно для лечения этих заболеваний, ведут. Значит, низкие дозы аспирина, так, варфарин, мочегонные препараты. Также могут приводить к подагре. Это витамины группы В, особенно В12, противоопухолевая терапия, лучевая терапия. И что самое интересное, препараты, которые используются для лечения подагры, тоже могут приводить к обострению. То есть почему мы говорим, например, назначение алопуринола, либо фибуксостата обязательно принимать тогда, когда ремиссия подагры. Потому что если в обострение подагры мы добавим еще противоподагрические препараты, мы усилим артрит и боль при этом артрите. Скажем так, ухудшим состояние пациента. Уже мы начали говорить и про генетическую детерминированность подагры, да? По мужской и по женской линии от кого передается вот такая предрасположенность? И всегда ли она передается? Ну, передается, конечно, не всегда. В основном, чаще всего, факторы риска подагры – это мужской пол. То есть передается по мужской линии. Возраст. То есть чем больше возраст населения и чем больше возраст пациента, понятно, что процент подагры в возрастных категориях увеличивается. Расовая принадлежность. Генетические факторы, как я сказала. Ну, это основные факторы риска, неизменяемые. То есть на них мы повлиять никак не можем. Но есть также еще факторы риска подагры, изменяемые, на которые мы можем повлиять, да? Это что? Высокий уровень мочевой кислоты, как я говорила уже ранее. То есть мы можем скорректировать либо медикаментозно, либо немедикаментозно. Это ожирение тоже, если у пациента есть желание, он может похудеть. Это прием алкоголя ухудшает состояние. Елена Эдуардовна, как клинически начинается картина подагры? Что мы видим? Значит, клиника подагры всегда яркая, всегда очень болезненная. Подагрический артрит пропустить невозможно. То есть это сильная боль, и, как правило, в дебюте стандартная классическая картина подагрического артрита пациент ложится спать все хорошо, ночью в 4-5 под утро просыпается от невыносимой такой разрывающей, раздирающей боли. Как правило, это асимметричный артрит нижних конечностей. Чаще всего это первый плюснефаланговый сустав на одной какой-то стопе. Он отекает, красный, горячий, дотронуться до него невозможно. Даже так, что есть такие симптомы, что не просто ни одеяло на ногу положить невозможно. Стать на ногу он тоже, в принципе, не может. Такие пациенты к нам доставляются либо в инвалидных креслах, иногда на костылях, приходят, прыгают на одной ноге, но через неделю уже все отлично уходит на своих ногах. Как правило, первые подагрические артриты, они длятся недолго, 1-2, максимум до 5 дней. И, что самое интересное, они могут проходить сами, без медикаментозного лечения. Но, что самое грустное, скажем так, в подагре, если ее не лечить, происходит медленное прогрессирование. Ну, у кого-то бывает и быстрое, конечно, прогрессирование. Приступы эти по времени удлиняются, болевой синдром усиливается. И уже, конечно, без медикаментозного лечения такие пациенты не обходятся. Они являются пациентами каких врачей? Подагра – это пациенты ревматолога. В крайнем случае, конечно, терапевты, когда нет ревматолога, но ими занимаются ревматологи. Я предлагаю сейчас выслушать ответ наших ребят на первый вопрос. Напоминаю вам, что этот вопрос был о популярных научных заблуждениях, связанных с подагрой. Кто будет отвечать? Давайте отвечу. Пожалуйста, Владислав. Ну, хочется вообще начать с того, что, как и во всей медицине, подагрой начал заниматься первый – это Гиппократ. Еще в 400-х годах до нашей эры. Потом, в конце 17 века, английский ученый Томас Синдеган более точечно описал данное заболевание. Кстати говоря, он сам болел этой болезнью на протяжении 30 лет. И он также описал приступы подагрического артрита. Стоит сказать по поводу заблуждений. В средние века, когда болезнью, как подагра, болели люди знатные и богатые, ее принято было называть болезнью королей, болезнью аристократов и болезнью богачей. И все считали, что эта болезнь связана, собственно, с избыточной массой тела, с перееданием, особенно мясных продуктов, и с избыточным чрезмерным употреблением алкоголя. Уже в 1739 году французский ученый Мушрон выпустил буклет, в котором он перечислил всех полководцев, всех королей и всех знатных людей, которые переболели данной болезнью. По прошествию 200 лет ученый Эргон Орован выпустил статью в научном журнале, который назвал «Происхождение человека». И там он начал выдвигать теорию о том, что подагра вызывает заболевания лишь у гениев. И объяснил он это тем, что по составу мочевая кислота сходно с кофеином, теофилином и теобромином, которые непосредственно влияют на центральную нервную систему и на высшую мозговую деятельность. Вопрос был достаточно сложный, я думаю, что вы с ним хорошо справились. Второй вопрос у вас уже тоже, он для вас готов. Внимание на экран. Очень мало заболеваний можно вылечить при помощи диеты, но подавляющее большинство возможно предупредить. И подагра не исключение. Если же диагноз вы уже заработали, то диета – это не от случая к случаю, а навсегда. А какие основные правила питания и табу существуют для таких пациентов? Это вопрос для вас. Ребята, для вас вопрос уже прозвучал, готовьте на него ответ. Лена Дуарна, мы продолжим наш разговор. Подагра не единственное заболевание суставов, известны еще артриты, артрозы. Как врачу разобраться со всей этой патологией? Какие сейчас современные методы диагностики применяются? Всегда очень иногда бывает сложно проводить диагноз между заболеваниями суставов. В первую очередь, конечно, нужно делать рентген. Рентген. Если болит одна стопа, то делаем все равно рентген двух стоп, то есть стопы в прямой проекции. Это если касаемо подагры. Если это колено одно болит, делаем два колена, стоя в прямой проекции. То есть делаем суставы парные всегда два, даже если болит один. То есть для нас, к ревматологам, очень важно, потому что сравнить с тем суставом, который не болит. Какие же изменения есть в нем? Почему? Потому что в моей практике было несколько случаев, неоднократно, что пациент поступает в ревматологическое отделение с диагнозом подагра. Мы ее начинаем лечить, но со временем понимаем, что это не подагра. Оказывается, амбулаторно в поликлинике был непровиден рентген стоп, а у пациента всего-навсего перелом пальца, который вот так вот замаскировался под подагру. Такое тоже бывает, поэтому рентген делаем обязательно. В крайних случаях, более в тяжелых случаях, ну никогда с этого мы не начинаем, это КТ, МРТ суставов, можно сделать УЗИ суставов, сейчас у нас широко это доступно. Ну и, конечно же, не забываем про анализы. Обычно общий анализ крови, биохимия. В биохимии смотрим уровень мочевой кислоты. То есть разве, но ты нужен анализ, непростой биохимии. Конечно, конечно, есть гиперурекемия, либо нет. Вот, и, естественно, смотрим мочевина, креатинин, то есть как почки работают заодно, смотрим. Ну а общий анализ, вы говорите, для чего он нужен? Общий анализ, да, конечно. Конечно. Если это острый артрит, то там будет, естественно, повышена соя. Вот, может быть лейкоцитоз при педагрическом артрите, то есть организм так реагирует на острое воспаление. Поэтому все у нас доступно. Если же есть какие-то вопросы в диагностике, можно еще брать жидкость синавиальную на анализ. И в поляризационном микроскопе мы тогда ищем вот кристаллы моноурата натрия, которые очень хорошо видны, и это стопроцентное подтверждение диагноза подагра. Обследование и лечение по подагре – это амбулаторно можно проводить, или для этого необходимо стационарное лечение? Тут смотрится, насколько тяжелый этот артрит. Если пациент себя чувствует удовлетворительно, как я говорила, вот в дебюте особенно подагра, эти приступы бывают кратковременные, то есть день-два, то есть такого пациента, понятно, в стационар ложить не нужно для лечения. Вполне возможно, в поликлинике либо терапевт, либо ревматолог, иногда таких пациентов отправляют к травматологу-ортопеду, доктора очень хорошо справляются с лечением. Если же это затяжной приступ подагры, его начали лечить амбулаторно в поликлинике, но пациенту не лучше, либо есть проблемы, это уже не моноартрит, а полиартрит, когда вовлечены там 2-3-4 сустава, либо осложнение уже со стороны почек, подагрическая нефропатия со временем может развиваться. В таких случаях пациентам госпитализируют. Еще хочу сказать, вот те варианты, когда такого острого, тяжелого артрита, когда пациент не может сам ходить, то есть до поликлиники ему нужно дойти, как-никак, а у него, естественно, не получается. Поэтому и госпитализируют в стационар. Лена Дорна, еще сегодня мы не можем не обсудить вопрос о том, что если мы уже сказали, что подагра все-таки начала молодеть, молодые женщины начали болеть подагрой, и активно сейчас обсуждается такое мнение, не вызывают ли подагру пластические операции, особенно те, которые связаны с имплантацией. Как об этом говорит официальная медицина? Официальная медицина, конечно, об этом говорит очень мало информации. Но что касаемо подагры вследствие пластических операций с имплантацией, достоверных статистических фактов нет подтверждения. Но я как ревматолог не могу не сказать, учитывая, что, да, процент операции увеличивается, у таких пациенток могут развиваться аутоиммунные ревматические заболевания. То есть другие, не подагры. Да, да. Другие наши ревматические заболевания, которыми мы занимаемся, это болезнь шегрена, системный склероз, ревматоидный артрит. Поэтому тем пациенткам, тем женщинам, у которых есть хронические заболевания, особенно ревматологические, либо есть родственники, то есть генетически предрасположены к аутоиммунным заболеваниям, то есть есть мама, сестра с ревматоидным артритом, системным склерозом, я бы им порекомендовала очень внимательно отнестись к пластическим операциям. Елена Эдуардовна, если все-таки диагноз подагра поставлен, это навсегда? К сожалению, да. Но это не значит, что постоянно пациент будет болеть. Если правильно лечить, вызывается длительная стойкая ремиссия годами, когда диагноз как бы есть, но клиники нет. Поэтому мы и настаиваем, чтобы пациенты вовремя начинали лечиться грамотно, у ревматолога, принимали лекарства, и тогда все будет у наших пациентов хорошо. Ну и так как, наверное, одно из первоочередных таких важных мероприятий это все-таки диета, я предлагаю сейчас выслушать ответ наших ребят, который как раз-таки и был о том, что можно при подагре, а что запрещено. Кто будет отвечать на этот вопрос? Пожалуйста, Вероника. Когда диагноз подагра выставлен, в первую очередь пациентам необходимо полностью пересмотреть свое отношение к питанию. Ведь соблюдать лечебную диету придется постоянно, на протяжении всей жизни. Окончательную диету назначит лечащий врач, руководствуясь определенными рекомендациями. Основной рацион пациента должен стоять в основном из овощей, молочных продуктов и содержать минимальное количество мясных продуктов. Пищу рекомендуется варить либо тушить. Мясные и рыбные продукты, а также грибы, следует сначала отварить, а бульон обязательно слить. В период обострения необходимо полностью исключить мясные и рыбные блюда. Разрешается прием овощных супов, также сырые овощи, жидкие молочные каши и некоторые виды фруктов. Обязательно также прием жидкости натощак и между приемами пищи. Также разрешено пить щелочную минеральную воду. Есть определенный список разрешенных продуктов при подагре, также продукты, которые следует употреблять в ограниченном количестве и полностью запрещенные. Допускаются все виды молочных продуктов. Также фрукты – это яблоки, груши, абрикосы. Из десертов – это пастила, зефир и мармелад. Продукты, которые следует ограничить – это все виды красного мяса, это говядина, телятина, также субпродукты. Под запретом полностью находятся любые виды напитков, содержащие алкоголь, а также соленые продукты, соленые субпродукты рыбы и мясные. Ну что ж, ответ достаточно полный, но все-таки, Елена Эдуардовна, с практической точки зрения очень много ограничений, да? Может быть, какие-то сделаем акценты для пациентов? Акценты – да. Я, как практикующий ревматолог, хочу сделать акцент на употреблении мяса, конечно. Наши пациенты привыкли есть его каждый день, три раза в день, и вот для больных с подагрой, конечно, это вообще не подходит. Больше всего мочевой кислоты поступает к нам с пищей – это мясо молодых животных, категорически исключить нужно из рациона больным подагрой. Мясо внутренних органов – это было, в принципе, сказано, но именно акцент, потому что сервелаты, колбасы категорически нельзя. Сальтисоны, да? Да, категорически нельзя. Мясо, конечно, можно употреблять несколько раз в неделю. В период обострения, конечно, лучше этого не делать. И хочу сказать по поводу спиртного. Конечно, категорически тоже нельзя. Но если нельзя, то немножко можно по праздникам. Когда им немножко разрешаешь – можно, у них у каждого немножко свое. Ну, хочу сказать, хуже всего при подагре – это спиртные напитки цветные, то есть коньяк, виски, вина. Но катастрофа, мне кажется, у нас с пивом. Особенно молодежь. Почему? Потому что у нас молодежь, на мой взгляд, употребляет очень много пива. И это усугубляет, то есть мало того, что увеличивается количество ожирения у нас у молодых, и увеличивается уровень гиперурекемии у молодых. То есть увеличивается уровень мочевой кислоты в крови, что, в свою очередь, со временем приведет к подагре. Это не значит, что у всех. Но процент из молодого поколения, конечно, подагры будут расти. Так мы видим по статистике. Не могу не сказать, как главный городской ревматолог. С каждым годом процент новых случаев увеличивается. И только за 2019 год по городу Гомелю у нас появилось 133 пациента новых с впервые установленным диагнозом подагра. И так получается такая тенденция с каждым годом. Количество подагра растет. Поэтому нужно обращать внимание. Эти пациенты находятся на учете каком-то? На диспансерном учете. В среднем сейчас у нас по городу Гомелю 1179 пациентов с подагрой. Это только те, которые обратились и те, которые, скажем так, зарегистрированы. 75% из этого количества находятся на диспансерном учете. То есть один-два раза в год они должны показываться и приходить на консультацию к ревматологу. Для чего? Для того, чтобы скорректировать питание, скорректировать свое лечение и задать вопросы, которые их беспокоят. Елена Эдуардовна, ну и все-таки что может привести к обострению подагры, вот у человека, у которого она уже есть? Была у него длительная ремиссия, и тут вдруг может произойти обострение? Какие-то факторы явные? Он должен много выпить, много съесть? Или может быть что-то такое, что кажется ему абсолютно нейтральная причина? Есть ли вот такие моменты? Обострения подагры бывают независимо даже от пациента. Но что самое интересное, пациенты всегда знают, скажем так, предвестники. И мы учим, когда они только начинают чувствовать развитие, начало этого острого артрита, чтобы они начинали принимать лекарства. А обострение подагры может привести, как я говорю, состояние после свадьбы. Сходил на свадьбу и получил обострение. Почему? Потому что пошел на свадьбу, одел новые туфли узкие, выпил за здоровье молодых и закусил хорошо. И потом еще на фоне этого всего потанцевал в узких туфлях. И получил на следующий день обострение подагры. То есть неудобная обувь, большие нагрузки, нехарактерные, как обычно человек двигается. Ежедневные. Да. Вот. Алкоголь, то есть Новый год, свадьба, праздники. И плюс обильное питание именно белковое, то есть мясо, где много пуринов. Передача подошла к концу. Я благодарю вас за сегодняшнюю встречу. Успехов вам. Ребята, большое спасибо вам за участие. И тоже до новых встреч. Гиппократ, которого мы сегодня уже упоминали не раз, говорил, пусть пища станет лекарством. А лекарство пищей. И был, конечно, абсолютно прав. Берегите себя, не болейте. А если заболели, то обязательно лечитесь. И до новых встреч в программе «Тело человека». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин